Всем привет, дорогие зрители, с вами мистер Шпилкис, и мы продолжаем прохождение Far Cry Primal. В прошлой серии, друзья, мы с вами познакомились с таким персонажем интересным, воин Каруш. Вот он. Точнее, это от него задание, друзья. Еще выполнили там такое, провели расследование, узнали, почему отравлена вода была. Оказывается, там дело было в трупах, которые отравляли воду в начале реки. И вся по реке вода была тоже отравлена. А в этой серии, друзья, я думаю, мы с вами сходим на задание охота на кровавого клыка. Посмотрим, что там за охота будет, что это за кровавый клык такой. Давайте дойдем до места и посмотрим, что там нужно сделать. Там написано по заданию, что нужно его приручать в сумерках. Я еще скрафтил, друзья, здесь дубину двуручную. Как раз вот воин Каруш нам дал такую возможность. Мы здесь в изготовлении. У нас теперь есть дубина двуручная и комплект теплой одежды. Тоже скрафтил. На случай, если мы где-то будем по холоду ходить гулять, чтобы у нас всегда была какая-то защита. Более-менее от холода. Вот она дубина. Это посмотрите, как она выглядит. Такая вот она мощная, огромная. Там из каких-то зубов, там челюстей, непонятно. Вообще все навязано в кучу. Очень классно выглядит. Давайте попробуем сейчас. Вот такая она в бою. Посмотрите, прям вырубает с двух ударов в волка. Ну, это круто, друзья, я вам хочу сказать. А вот сейчас мы проверим как раз здесь на удомах нашу дубину. Вот так она валяет. Ах ты гад. Ну, посмотрите-ка, что делается. Что делается, люди добрые. И не очень. Ну, что ж. Вот примерно так она валяет. Классная штука. Посмотрите-ка, какой медведь здесь, друзья, огромный. Вот это да. Вот это Миша здесь. Давай-ка, Саблезубный, с тобой сейчас с ним сразимся. А ну-ка. Давай, красавчик, пробуй. А мы ему сейчас тоже поднавалим. Слегка. Ох, друзья, вот это жесть. Смотрите, что творится. Надо быстро нажимать. Ох, еле завалили. Вот это да. Вот это медведь. Мы еще с двуручной дубиной, которая, в принципе, в принципе, должна дамажить просто нереально. Друзья, еле завалили. Снять шкуру с пещерного медведя. Ну, снова я отвлекся. Давайте мы продолжим. Опять. У меня здесь местные разборки всякого калибра, маленького и большого, отвлекли. Давайте продолжим. Нам куда-то на гору, как я понимаю, нужно залезть. Раз. Есть два, интересно. Или ты тут был один? Вот он ходит. Красавчик. А лук хорош, друзья. Как-то мы скрафтили себе длинный лук, вот этот, в одной из серий. Очень классная штука. Очень круто, дамажит. Эх, не то. Вот эта анимация, конечно, подбора попадает в нее. Случайно там цепляешь нашего саблезуба. Все, он начинает его гладить, кормить. Все, что угодно делать и притормаживает нас тут слегка по времени. Сланец. Помню, помню. Нужен нам такой. И тростничок захватим. А здесь у нас где-то сумочка. Друзья, даже не знаю. Мне кажется, пока нам в сумке в этой ничего не нужно. У меня такое чувство. Может быть, конечно, и нужно что-нибудь, но мне кажется, что не очень. Друзья, вот что хотел спросить. Напишите, пожалуйста, в комментариях вот по поводу вот этого форта Большой Дарвы. Что это такое-то, задание какое-то или что это? Я туда попробовал сунуться. Мне там в проходе навалили. Я туда пока больше не суюсь. Хочу просто узнать у вас вообще, как туда идти, правильно, на каком уровне там и так далее. То что-то там как-то жестковато. Я попробовал туда сходить посмотреть, оглядеться что-то. Там не очень. Довольно здорово там дают по щам, так сказать. И вот еще чуть-чуть осталось, друзья. Посмотрите, мы уже почти пришли. А здесь какая-то арка такая плетеная. Интересно, кто ее тут заплетал, эту арку. Так, а ну-ка, птица. Посмотрите-ка, как высоко можно закинуть. Вот это вообще красота. Кто бы мог подумать, что так высоко можно зашвырнуть. Давай-давай, токар, давай. Вот заблизу. Вот это, я понимаю, подготовка. Вот это, я понимаю, спецназовец. Раз, два, три и все. Мы по веревке, по отвесному склону лезем. А он там каким-то образом. Просто двумя прыжками. Раз, два и наверх. Вообще интересно, друзья. Посмотри, тут прям все в таких арках плетеных. Такой какой-то путь. Путь воина, я не знаю. Там путь охотника тут. Под этими арками пройти нужно. Непонятно. Ну что ж, давайте посмотрим. Цель большой охоты находится поблизости. Так. Ого, друзья. Так нам даже в пещеру идти нужно. Давайте-ка на всякий случай что-нибудь укусим. То у нас не полное хп даже. Опасно. Ну что ж, давайте попробуем зайти. Далеко ли мы вообще здесь можем продвинуться. Интересно, в этой пещере. А тут прям все горит. Все подсвечено. Ух ты. Прям кто-то тут зажигал эти костры. Светильники, факелы и так далее. Непонятно пока. Ну что ж. Пока не спешу спрыгивать, друзья. Потому что цель... Цель находится у нас плюс-минус на этом этаже. Так скажем. Вот не спешу спрыгивать. Чуть было не сорвался. Надо повнимательнее быть. Заговорился я совсем. А ну посмотрим, что здесь есть, друзья. А здесь как раз то, что нам нужно и есть. Плюс-минус. Можно было, наверное, и там пройти. Вот здесь бы мы в итоге вышли, да? Да, получается так. Ну что, давайте посмотрим. Так и спускаемся. Залезай. Так карты наш друг. Да, друзья, какая-то катсцена пошла. Посмотрите-ка. Ночь-то смерть. Ночь-то смерть. Ох, друзья, как жестко. Вы посмотрите. Кровавый клык. Я ранить его когда-то. А, друзья, так это тот саблезуб из начала игры получается. Вот это номер. Вот это интересно. Давайте-ка мы сделаем вот так. На всякий случай. Большая охота. Исследуйте зоны на мини-карте со следами оставлены крупными зверями. Некоторых крупных зверей можно приручить, но сначала их нужно победить. Если вы погибнете, урон, нанесенный крупному зверю, сохранится во время следующей охоты на него. О, вот это, друзья, интересно. И даже, наверное, с какой-то стороны это правильно. Потому что такие вот именные животные, типа этого клыка и все такое, скорее всего, сложные они. Я думаю, с первого раза у нас, может быть, и не получится. Но мы будем пробовать, друзья, обязательно. Здесь у нас есть тайничок. Сейчас мы его опустошим. Посмотрим, что нам нужно, что не нужно. Жир зверя. Может, столько жира умудрились как-то потратить. Я вроде так все время посматриваю сюда. А тем не менее у нас, посмотрите, почти. Некоторые штуки закончились, можно сказать, в ноль. Угу, шкура редкого рыжего лося. Интересно. Возьмем. Возьмем. Что-то мне в этой нижней закладочке редко что-то попадалось. Соберем. И давайте посмотрим. Вот наша текущая задача. А вот наш кровавый клык. Ну что, пробуем. Друзья, не знаю. Получится у нас нет, но пробуем. А здесь у нас какое-то место. Интересное. Давайте сюда заглянем сейчас. Лагерь следа в Антаре. Интересно. Пойдемся внизу, будешь помогать. Я думаю, мы вдвоем там точно не справимся. Рычит еще мой. Я думал, что... Воу, друзья, посмотрите-ка, а мы куда-то тут зарулили. Тем не менее, тут аванпост у нас. Угу. Вот это интересно. Ну что ж, аванпост и аванпост. Я думаю, будем брать. И вот эти вот, по-моему, можно ломать штуки, да? А ну-ка, давайте попробуем сейчас. С зажженной стрелой в него дать. Оп. Пускай-ка подгорит и разломается. А тем временем мы сейчас, при помощи нашей доброй совы, осмотрим здесь местные достопримечательности, так скажем. И решим, как тут у нас действовать нужно. Мне главное найти дуделку, друзья. Вот это самый главный вопрос. Так, один есть. Угу. Какой-то, посмотрите, со щитом. Интересно. Кто же это такой? Вот она дуделочка наша. А вот теперь вопрос, он один? Давайте-ка мы его выключим, а там уж разберемся дальше. Ну что ж, отлично. Начало положено. А вот эта штука, кстати, не разломалась, да? А ну-ка мы сейчас добавим. Смотрите-ка, не хочет ломаться, интересно. Это еще почему ты не хочешь ломаться-то? Или она сломалась? А может и не нужно ее ломать, друзья? Не знаю, может я занимаюсь ерундой сейчас? Скорее всего, наверное. Что-то не уходит. Ну, не уходишь. Иди к нам тогда. В копилку. А ну-ка присмотримся, друзья. Так. Со щитом. Большой воин. Медленный что-то там. Не успел прочитать. А ну-ка, друзья, попробуем сейчас мы вот этому господину в его головешку накинуть. Так. Есть, друзья. Потихонечку идет. А ну, танка проверим сейчас. Все, по стелсу не получилось, но думаю... Ах ты гад, вы посмотрите-ка, отходит постоянно. Ну. Хорошо. Хорошо. Давайте-ка мы сейчас выбираться наверх. А мы сейчас посмотрим, как он выдерживает сову. Этот товарищ. Все. Все-таки стелс сработал. Ну, в смысле, не стелса. Стелса у нас изначально не было. А вот кто-то там умудрился оповестить. Ну, гады. А ну, ксова. Давай-ка развернись сейчас. И вот этого товарища нам нужно... А неужели не откатился, что ли, у него скилл до сих пор? Он, по идее, должен был. Нет, не работает, друзья. Как ни странно, не работает почему-то. Все, пришли. Ну что? Давайте, начинаем. Так, отлично, друзья. Пока, пока получается... Саблезуб, я, конечно, понимаю, что тебе хорошо здесь. Я, конечно, все понимаю, но ты мог бы и помочь. Отлично. Первую волну пережили. Хорошо. Там вон их еще лежит целая пачка. Сюда прям летят все. А ну-ка, получи. Мастерским выстрелом в голову. Смотрим, ищем. Вот они. Вот они, матерые ребята. А ну-ка, вот этого товарища не получается. Хорошо. Саблезуб, как у тебя дела? Хорошо? Самое главное, чтобы у тебя было все классно. Расстреливаем, друзья. Аккуратно-аккуратно-аккуратно. Саблезуба могут затоптать. Смотрите-ка, какие матерые ребята. Затоптали. Тем не менее, Саблезуба хорошо. Хорошо. У нас на этот случай есть кто? Есть Миша. Хотя, вы знаете, я думаю, Саблезуба мы можем вызвать вполне спокойно. Он же воскрешается. Все-таки завалили его. Посмотрите, какой матерый. Толстяк попался. Сколько на него уходит-то всего? А вот он наш Саблезуб. Хм, друзья, интересно, можно убивать Саблезуба своего, снимать с него же шкуру. Забавный момент. Еще мне порекомендовали бросаться копьями. Сказали, что так они гораздо больше урона наносят. Давайте попробуем. Побросаться здесь копьями. Получи. О, красиво, друзья, получилось. Прям вообще. Пропустим заставочку. Отлично. Взяли аванпост. Вообще, конечно, интересно их брать по стелсу. Те вон посты там опыта наваливают. За это вообще нереальное количество. Но, друзья, я не знаю, как здесь брать по стелсу. Это прям, ну, очень все там надо филигранно делать. Прям потихонечку там вообще выверять каждый шаг, наверное. Ну, мне кажется, тяжеловато это будет. Заберем все, что здесь плохо лежит. Что может нам пригодиться. Все. Забрали. Отлично. И теперь у нас есть сюда доступ. Мы можем дальше продвинуться еще чуть ближе к нашему кровавому клыку. Отлично. Давайте вот на этот костер ставим метку сейчас. И выдвинемся в ту сторону. Так, а вот интересно, как-то быстро мы можем? Да, вот здесь можем спуститься. Это хорошо. Залезаем и слезаем. Поехали. Ну. Токар, ну ты серьезно? Давай слезай. Ой, что за жесть, друзья, вообще? Что за жесть с этой веревкой? И смотрим. Так, здесь все нормально. Просто спускаемся. Набегу. Забираем пока по пути все ресурсы, друзья. Все это нужно. Из этого всего делаются и дома в нашей пещере. И всякие классные штуки из этого делаются. Поэтому собираем. А вот скажите мне, а что над мини-картой за два желтых таких следа и увеличивающаяся какая-то цифра, число? Я понимаю, что это шаги от чего-то до чего-то. Но почему они у нас увеличиваются? Это от какого места считается, интересно? От нашего может быть задания? Интересно, он и здесь может быть, и здесь может быть. Ладно. Попробуем разобраться. Так, а здесь? Высоковато, конечно, но можно как-нибудь вот так. Как-нибудь вот так. Оп, все. Отлично. Спустились. Здесь у нас должны быть кошки. Раз. Два. Отлично. Все. Теперь мы берем костер. Сейчас вылезаем. Я думаю, без всякого стелса здесь разберемся. Так, где-то, где-то, где-то. И еще один. Вот ты, товарищ. И еще один, да? А дай-ка я тебе красиво сделаю. Просто очень красиво тебе будет. Хорошо. Моя очередь теперь. Ох, куда-то его там засосало вообще. Между деревьев. Копье отдай и иди куда хочешь. Ох, друзья, вот это он там улегся. Все, ладно, оставим его в покое. Больше времени потеряем сейчас. Доставать его из этих скал. И зажжем стрелу. Оп. Отлично. Все. Забрали еще один костер. И жители деревни к нам прибавились за счет этого. Отлично. Все. Смотрим, что здесь есть. Забираем. Все, что плохо лежит. Рюкзачок и тайничок. Отлично. Здесь ничего особенного. Все. И смотрим дальше. У нас есть вариант пойти сюда. Пойти сюда. Ох, друзья, даже не знаю, куда бы лучше пойти. Где интереснее. Ну, давайте попробуем в эту сторону сходить. Где это у нас находится? Вот здесь. Отлично. Ох, хорошо бы, чтобы... Нет. Воды нет. Хотел сказать, хорошо бы, чтобы была вода. А ну-ка. Ох, друзья, можно, посмотрите, можно свалиться и, в принципе, не разбиться. Это хорошо. Так можно немного ускориться. В вопросе спуска здесь. Вот так вот потихоньку, потихоньку, раз. Оп. Отлично. Красиво. Угу. Да серьезно, ты прям хочешь сразиться? Ну, давай. Ну, это слабенький, слабенький. Мишка попался. Не, не. Подлечись пока, а мы пойдем дальше. А вот интересно, сюда... Текущая задача, контрольная точка. Странная, странная какая-то ситуация. Странная и непонятная. Ну, давайте попробуем сходить на одну из этих меток. Что в итоге это нам даст, интересно. Ну-ну-ну, давай, давай, Токар, давай. И чуть-чуть-чуть. Молодец. Нет места, отлично. Значит, сланец у нас заполнился, значит, мы там что-то построим. Ох, друзья, мне кажется, надо было в этой текущей задаче, вот здесь, скорее всего, включить наше чутье. Давайте попробуем. Я не уверен, но почему-то у нас висит исследуйте местность. Я думал, что она как-то там сама по себе, может быть, засчитается, но нет. Не прокатило. Поэтому нужно нам где-то здесь сейчас закинуть крюк, если таковая возможность тут есть. Она есть, поэтому кидаем и залазим. Пойдем попробуем исследовать эту область там какую-то. Отлично, залезли, хорошо. Да, друзья, так и есть. Нужно было, скорее всего, здесь включать это зрение. Зрение для того, чтобы увидеть вот эти следы. Да. А здесь у нас как раз еще и наш друг. Бинджа умирать медленно. Все, вот у нас поставили следующую метку. Да, нужно повнимательнее это все дело делать. А то опять я прошляпил, не прочитал задание. Но, с другой стороны, друзья, я тут уже начал делать другие вещи. Захватывается ванпост, поэтому так получилось. Не досмотрел немножко про это задание. Про кровавого клыка. Так, хорошо, и что дальше? А дальше вот сюда, понятно. Сюда и... Ну что, пробуем. Оп, отлично, красиво. А здесь у нас маска Удам в крови от кровавого клыка бежать. А мне послышал слово паркур? Интересно. Вы посмотрите-ка, шипит здесь. Я тебе еще после пятого Фар Края запомнил. Шипунья. Еще красная такая, красно-черная какая-то. Интересно. Оп, аккуратно, друзья, не спешим. Посмотрим. Вот он. Красавчик какой-то здесь. Кровавые слиты на юг идти. Интересно, а если бы мы сразу пошли вот на ту метку? Кровавого клыка. Что бы было, друзья? Сразу бы у нас стадия задания перескочила? Или бы пришлось все равно возвращаться? Я, наверное, правильно сделал, что вернулся. Но, может быть, и нет. Можно было и сразу пойти, например. А ну-ка, посмотрим, куда-то нам наверх нужно. Давайте залезаем. А здесь у нас, по-моему, костерок. Да, так и есть. Здесь у нас костер. Давайте сейчас здесь отметимся, чтобы у нас точка воскрешения на какой-нибудь, на всякий случай, была бы здесь. Все, все есть, больше ничего не надо, отлично. А просто разожжем, просто так. Мне сказали, что не надо особо разжигать, заморачиваться с этими кострами, в том плане, что... Да нет, нет, я хотел, ладно. Вот это я хотел. Кровавый клык, болеть. Новые следы. В долину следы. Старые следы в лес. Так, в долину и в лес. Интересно, это долина или лес? Неизвестная территория. Давайте сходим. Я думаю, не так уж тут далеко нам добежать. Кто-то кричит там, слушайте. Не знаю, было вам слышно или нет, мне вот было сейчас это слышно. А вот вопрос, лезть обязательно или можно обойти? 90 метров, по идее, можно обойти, наверное. Так, да, вот. Все, область наша отметилась. А вот и барсука. Барсуки тоже нужны, друзья, потому что барсуки нам дают шкуру для крафта. В каком-то там месте она нам нужна. Так, смотрим, проверяем, где мы оказались. Следы. Кровавый клык, когти точить. Землю метить, сильный запах. Ничего себе он точил, посмотрите, он не точил, по-моему, бензопилой какое-то дерево просто подрали, попилили. Поточил так слегка. А где-то здесь у нас сумочка. Нет, еще, наверное... А, понятно. Оп. Все, Токар, все, не надо, не надо, лезь в огонь. Давай подождем, сейчас это все обгорит. И мы с тобой туда залезем и пройдем. Наверное. Что-то как-то не очень, друзья. Тем не менее, это все работает. Ну ладно, не работает. Оставим это все в покое. Посмотрим дальше, куда нам. Вот сюда. Почти приблизились. Ох, друзья, интересно, интересно. В этой серии получится нам сразиться с этим кровавым клыком. В команду получить его было бы очень даже неплохо, я считаю. Ловушки на крупных зверей. Во время охоты на крупных зверей на карте отмечены места, где можно ставить ловушки. Подойдите к указанному месту и используйте ресурсы, чтобы соорудить ловушки. Попал в ловушку, крупные звери будут ранены или ненадолго обездвижены. Ну давайте попробуем. И где эти места? Это вот это место? Одно из них получается? Ну-ка давайте посмотрим. Копье промахнуться, кровавый клык внезапно напасть. На холме много крови. Практически геральт у нас тут токар, практически геральт. Прям включаем чутье. Все видим, во всем разбираемся. Поджечь стрелу. Не-не-не, не надо поджигать. А где, интересно, на карте отмечено вот это место, чтобы ловушку соорудить? Ох, там рука дальше была. Недалеко. Не рассмотрел. А здесь где-то мешок. Вот он. Все, мешок больше не берется, поэтому нам дальше. А дальше нам уже вот сюда. Ага, вот эти места, да? Скорее всего. Ну давайте попробуем. Поставить ловушку. Все. Делаем. Раз. Давайте делаем все, что есть здесь. Не знаю зачем, но я думаю, что пригодится. Может как-то манить его придется здесь. Ну вот, хорошо. Начало положено, друзья, это неплохо. Дерево потратили, дерево нужно подсобрать немножко. Здесь у нас какой-то лагерь. И давайте же посмотрим. Куда нам нужно дальше пойти? Да, мы почти пришли, друзья, тем не менее. Ох, друзья, чувствую, бой будет мега эпичный. Мега эпичный, наверное, и очень сложный, друзья. Сейчас не спешим. Заберем здесь все, что есть. Потратили, да, вот надо дерево подсобрать. Много сейчас потратили. Так, давайте еще здесь ловушку сделаем. Так, и здесь можно сделать ловушку. Где-то, где-то, где-то наверху. Ну что, друзья, настало время пробовать. Привет, друг. Что случится, кровавый клык? Покубить деревню Винджа есть плоти наших братьев. Я ждачу ночь, когда прийти кровавый клык. Хорошо, ну, ждать так же, ждать давай, без проблем. Наверняка где-то здесь можно и поспать, я думаю. Найдите место для сна, отдохните до следующих сумерек. Так, ну, где-то, наверное, значит, здесь, в этой деревне, есть, может быть, место для сна. Давайте попробуем. По-любому в такой деревушке должно быть. Какой-нибудь лежак, например. Так, а тем не менее нету. Это, конечно, интересно все, друзья, очень. Саблезуб куда-то там полетел, кого-то гонять. Ну, хорошо, может быть, и где-то здесь оно есть-то место для сна. Да ничего нету, даже поблизости ближайший костер только вот здесь есть. Ну, или здесь. Ну, это далековато, я думаю, что по-любому же должно быть где-то здесь, рядом с нами, это место. Вот, все, понятно, стоило только лишь посмотреть слегка повнимательнее. Спать до заката, конечно же. Поехали. Ох, друзья, интересно, интересно, что же за битва сейчас будет такая. Ты где там? Приготовьте ловушки. Так я уж все приготовил. Или не все ловушки. Приготовьте ловушки для кровавого клыка. Ну, давайте попробуем, может где-то здесь еще есть. А вот он, кстати. Посмотрите-ка. Так, а ну-ка. Ох, он сейчас порвет нашего... Так, 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 друзья. Аккуратно, аккуратно, не спешим. А, я все, понял, понял. Хотел поджечь, а начинаю крафтить. Давайте, давайте, поджигаем. И вот он идет за нами. Друзья, аккуратно. Кажется, он сейчас там еще получит. А мы тем временем пока давайте поднимать нашего соблезуба. Не, не. Вот он, вот он, друзья. Все, вот он. Ох, друзья, что происходит? Ну, какой-то баг поймали, получается. Ну что, я думаю, баг не баг, а расстрелять мы его сможем. Что-то он не хочет. С нами связываться стоит в стороне. Даже как-то странно. А ну-ка. Догоняем, догоняем, друзья. Почти. Почти получилось, тем не менее. Посмотрите-ка. Поджигаем стрелу. Отлично. Ох, друзья, вот это охота. Вот это азарт. А тем не менее, свалил он. Посмотрите-ка, вообще. Как здрасте просто. И тут прибежал топир какой-то. Ну, интересно, посмотри. Топир получил в голову. И побежал куда-то бегать. Крововый клык сбежал. Да ладно, да серьезно. Такое возможно? Там миллиметр ему остался. Вот это жесть, друзья. Вот это да. Хотя я не думал, что он может сбежать. Ох, неужели сначала это все проходить? Да ладно. Серьезно, сначала. Да не может быть такого. Ну, получается, что так. Получается, что сначала. Это, конечно, жесть. Я вам скажу. Не знаю почему. Не знаю, как так получилось. Ну, давайте еще раз попробуем. До заката. Отлично. Поехали. Какие-то ресурсы там доступны. Все, забираем и... Приготовьте ловушки для кровавого клыка. Ну, вроде как все готово. Здесь готово. Отлично. А нам его нужно просто, скорее всего, заманить в ловушку. Отлично. Отлично. А, у него там осталось-то вообще ерунда, друзья. Вот это класс. А ну-ка. Отлично, друзья. Все. Круто. Вы знаете, давайте-ка уберем вот этого товарища сейчас. И чтобы у нас все-все получилось. Ох, круто, друзья. Вот это круто. Вот это машина у нас теперь есть. Класс. Крутая охота, друзья. У нас получилось на кровавого клыка. Отлично. Две там, тысяча опыта с лишним. Ох, и навыков там у нас уже сколько очков? Четыре есть. Это хорошо. Сможем что-нибудь улучшить. Вы сможете осветлать разных зверей после того, как приручить их. Во, друзья, наконец-то. Посмотрите, навык наездник. Берем. Берем по-любому. И прям верхом на кровавом клыке сможем прокатиться. Это очень круто, друзья. И вот эту штуку нужно будет в следующий раз качать, потому что полосок уже много у нас в здоровье. Ох, класс, друзья. Проверяем, как это выглядит. Ох, какая красотища. Вы посмотрите. Вот это сейчас будет уже иначе все происходить. Друзья, какая скорость безумная. Ох, круто. И можно даже... О, даже так можно делать. Класс. Ну-ка, какие мы тут расстояния выдерживаем? А, понятно. Все-таки он немножко коцается. А слезть с него спешится на контрол. Отлично. Класс, друзья. Вот он, красавчик, кровавый клык. Все. Теперь он с нами. Теперь он в нашей коллекции. Я думаю, друзья, закончим мы серию. Хотя не закончим. Дадим кровавую клыку немножко сейчас поразмять мышцы свои. Не-не-не, кровавый клык. Не-не-не-не. Не надо. Не надо. Это не то. Не та цель. Неправильная. А ну-ка, друзья, проверим. Вот здесь где-то волк ходил. Я сейчас видел. Интересно бы клыкать сейчас попробовать. Нет. Не то. Ладно. Друзья, все. Закончим серию. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Пишите ваше мнение по этой игре. По этой серии, по каналу в целом. Все пожелания, предложения, друзья, направляйте в комментарии. Я их читаю. Будем с вами там общаться. И увидимся в следующей серии. Пока-пока.